и всем привет ребят с вами страницы записывал ролик сегодняшний видеоролик пойдет по поводу закончивающийся уже и вента ультра уикенда сегодня откроем контейнеры которые я благополучно получил заработал ну и поговорим немножечко еще больше о самом ивенте о том что у нас получилось на этом венте сделать ну и я думаю что либо уже вышел либо выйдет после данного видеоролика еще один видос с новым моим замечательным рекордом по кристаллам за одну матчмейкинговую битву обо всем наверно по порядку на этом ультра уикенде можно было заработать 6 ультра контейнеров плюс несколько там контейнеров обычных как вы видите сейчас у меня вот такое количество имеется который мы сегодня откроем 6 ультра контов 7 7 простых контейнеров я честно говоря когда увидел те заданки и увидел то количество призов которые дают за них я но было немножечко расстроен наверное потому что я считаю что это довольно маленькое количество там можно было дать и 10 и 15 да они 6 в сумме да я думаю что следующие ивенты там уже и миссии будут связаны ближе к новому году и можно сделать уже что-то более масштабное может быть даже в плане сложности но и в плане призов мы увидим тоже получше призы ну что ну ну что я могу вывести 6 ультра контов вот я для себя понимаю что шанс что я выбью сейчас с этих 6 ультра контов что-либо крутое очень ну прям очень маленький а что касаемо вообще в принципе самого ультра уикенда с самой той недели да где мы фармили я скажу что мне реально понравилось мне сам понравился как бы матчмейкинг 16 на 16 да можно как бы немножко итоги матчмейкинга тоже подвести непосредственно пока еще открывать не начал мне сам понравился матчмейкинг 16 на 16 если они ошибаюсь уже с сегодняшнего дня у нас в матчмейкинге бои старые вернулись 8 на 8 все карты вернулись но если уж я чисто смотрю на сам эксперимент и сравниваю тот эксперимент который у нас был первый где было 6 на 6 увеличены в x2 хп маленькие карты и все прочее да и там плюс бои были быстрее и сравниваю этот эксперимент 16 на 16 большие карты обычные дефолтные 7 минутные бои и группу по 4 игрока то я могу сказать что если совместить эти два эксперимента и взять с 1 эксперимента например бои по 5 минут с другого эксперимента взять большие и маленькие карты то есть совместить и сделать например матчмейкинги и 16 на 16 большие бои и сделать матчмейкинги 8 на 8 бои то есть чтобы была возможность запикаться и на большие карты в большом количестве игроков 16 на 16 и в маленькие карты 8 на 8, то есть если у нас механика так будет работать и подбор игроков будет так устроен то это будет очень круто, единственная проблема наверное только в том, что группы, то есть 4 на 4 или 3 на 3, но там я думаю, что можно просто ограничиться 3 на 3 и все, то есть на маленькие карты подпикивать и там бои будут например 5 минут, на больших картах бои будут 7 минут, да, это будет как по мне, неплохая мысль, при том раскладе то, что я кстати, эту мысль тоже уже до этого на стримах обговаривал ну и сам как бы ультра уикенд мне зашел при 16 на 16 мы нашли новый фарм заработки и у меня получилось сделать, может быть мой рекорд по недельному заработку может это был не рекорд, но в общем и целом там больше миллиона 200, если я не ошибаюсь кристаллов я заработал это очень-очень хорошие цифры, при том раскладе то, что практически лям был набит за именно ультра уикенд и я бы не сказал, что я там жестко потел да, чтобы этот набить лямчик все набивалось довольно-таки довольно-таки просто ладно, наверное это все пока что я хотел тут сказать может быть что-то еще добавлю давайте откроем контейнеры открывать будем по единичке ну и посмотрим что-то вообще дропает с этих контов метро оооооооооу блин, ну какое облегченное устройство облегченные конструкции на что мне упало это на новый корпус мне уж упали облегченные конструкции бог ты мой ё-моё я уж думал знаете что я такое открываю и думаю блин наверное мне сейчас дропнет какое-нибудь устройство на пробитии я такой думаю найс найс И тут я вижу устройство Облегченное конструкцию И что-то как-то Во-первых, максимально печальное Устройство, которое вообще не надо И во-вторых, если я не ошибаюсь Это Крусейдер Или Ариес Это вообще провал Это полный провал И мне больше ничего не наропнет Ну типа Жаловаться тому, что я Выбил золотое свечение Из шести контов Наверное не стоит Но, наверное, это не то, что я хотел увидеть Я бы увидел пробитие Я был бы намного больше рад Голды Даже так Оу, 10к3 Найс, найс Давай, найс, защита, я поход последний Да Ну что Ну что я могу сказать Я могу сказать Что есть золотое свечение За такое маленькое количество контейнеров Это очень неплохо Нет, это был не Ариес Это был Крусейдер А Крусейдер у меня Даже в гараже как бы нету Да Я даже как бы не могу посмотреть Но я так понял, что это именно на него упало Потому что на Хоппер У меня облегчение уже было Если не ошибаюсь Там за какие-то челленджи было это устройство Неплохо за такое маленькое количество контейнеров Выбить Золотое свечение Не каждому оно, конечно, падает Но если бы мне упало бы что-нибудь реально достойное Я был бы больше, наверное, рад Поэтому Подведя итоги Всего Уикенда Всего эксперимента Я могу сказать для себя, что Мне зашло Но Я надеюсь на то, что Эксперименты Новые не будут у нас уже появляться А с этих экспериментов Сделают какой-то определенный фидбэк Выведут какую-то определенную статистику для себя И, возможно, какие-то моменты Например, с новыми картами Добавят к нам в матчмейкинг Потому что играть на всех одних и тех же дефолтных картах Ну, честно говоря Приедается и надоедает А такие карты, как колхоз Как Что у нас еще Ну, не сказать, что, конечно, дюсик там везде заходит Но, например, в штурме задав Дюсик это имба Да, то есть Я не сказал бы, что там дюсик Например, там CTF-очка или еще где-то крутой Но вот, что касаемо штурма То, как по мне, это вообще очень престижная карта Еще была одна карта Правда, я забыл Как она называлась Как она у нас называлась Колхоз, колхоз, да Колхоз вообще имболый Но была еще одна карта Я забыл Напишите, короче, в комментариях Я уверен, что вы помните Какие карты у нас еще крутые На этом эксперименте были Да и вообще, напишите Что вы думаете по поводу эксперимента Что вы думаете по поводу Всех этих замечательных фармов, фермов Ультра уикендов Что, думаете, будет на Новый год Да, уже совсем скоро тоже будут Всякие замечательные Новые введения Посвященные данному празднику Но я думаю, что к Новому году Мы еще немножечко вернемся И в дальнейшем Я тоже запишу видеоролик Посвященный данному празднику И где я уже расскажу Свои мысли по поводу того Что там будет Может какие-то уникальные Там инсайдики подъедут Поэтому как-то так Вот такой вот видеоролик У нас сегодня, друзья, получился Если вам понравился Как я уже сказал Обязательно, друзья Подписывайтесь на канал Проживайте лайк на данный видеоролик Поддерживайте меня Мне будет очень приятно Если вы все эти замечательные действия Сделаете Ну и Конечно же, друзья Если у вас какие-то мысли есть В комментариях Напишите Мне будет тоже интересно почитать У меня, друзья, на этом сегодня все Всем, друзья, спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok